Чемпион WBA в легком весе Джерон ТД свой следующий бой может провести в декабре этого года против обладателя полновесного пояса WBA во втором полулегком весе Ламонте Роуча. Стоит отметить, что ранее сообщалось о том, что Роуч должен будет провести свой следующий бой против Альберта Батергазиева до конца этого года. Согласно источникам, бой Джерон ТД и Ламонте Роучи возможен 21 декабря в рамках BBC направим в видео Pepe Rue на Capital One Arena в Вашингтоне, округ Колумбия. Это будет региональный поединок между Дэйсом из Балтимора и Роучем из округа Колумбия, который выйдет на ринг, чтобы оспорить титул Дэйса в 135 фунтах. Чемпион WBA в полусреднем весе Монтас Тониони с первую защиту титула пройдет против обязательного претендента Шахрама Геасова. Накануне было объявлено, что организация назначила бой и проставила сторонам боксеров в стандартные 30 дней на переговоры. Если сделка не будет заключена до этого времени, организаторы поединка определят на промоутерских торгах. Компания Матч Рум объявила о пройдении боя между Кареном Чухачаном и чемпионом IBF Джареном Энисом. Бой пройдет 9 ноября в Филадельфии. Боксеры уже встречались в ринге. В январе 2023-го Энис победил решением судей. Проспект первого среднего веса Колумб Волж нокаутирул поляка Пшимыслава Ируновски. Во втором раунде Ируновский бросился в атаку, которую Волж сконтрил точным левым боковым в челюсть. Казахстанский боксер Али Ахмедов победил Пьера Димбомби, раздельным решением судей. В восьмом раунде Ахмедов побывал в нокдауне, но сумел подняться и продолжить бой. Хами Мунгей победил Эрика Базиняна. Базинян хорошо начал поединок. Он отвечал на атаки мексиканца своими успешными атаками и бой был довольно равным. Во второй половине боя Мунгей удалось несколько раз потрясти соперника. И в десятом раунде после затяжной успешной атаки мексиканца, Базинян оказался на настиле ринга и не сумел продолжить поединок. Я думаю, что оба бойца мотивированы, усердно проделали свою работу, чтобы достичь этого этапа. Они настроены вписать в свое имя учебники по истории, а также снова зарекомендовать себя. Навыки и эфиренность Джошуа находятся на высочайшем уровне его карьеры. Его элитный опыт и устойчивость в боях предполагают стратегическую напористость, которая должна привести к яркой победе нокаутом над Дюбуа. Дюбуа был тем парнем, на которого долгое время никто не смотрел некоторое время, и он хочет своей славы. Думаю, смотрит на Энтони как на золотого мальчика, перед которым все благоговеют, у которого много фанатов и свой промоутер. Так что перед Дюбуа огромная возможность. Преимущество Джошуа, его опыт, тот факт, что он дважды встречался с Александром Усиком. Он боксировал в Америке на крупных стадионах, и у него высококлассный тренер. Но не стоит недооценивать молодого парня с таким голодом. Даниэль отлично проявил себя с Миллером Ирковичем. Бой может уйти в любую сторону, потому что обои хороший удар, и все-таки Эйджей выиграет досрочно, но не в ранних раундах, а поздних. Дюбуа выйдет настроенным на бой, а не на поражение. Дюбуа должен сблизиться и сделать бой как можно грязнее. Да у парня отличный джоб, но он не нокаутирует людей этим ударом. Нет смысла полагаться только на это. Из всех нынешних тяжеловесов у Даниэля лучший процент нокаутов, но при этом он слишком часто пропускает. Здесь он не может себе позволить попасть под удар правой руки Джошуа. Поэтому он должен сближаться и не давать Джошуа работать. Джошуа может драться на ближней дистанции, но это лишает его одной из сторон. На ближней дистанции Даниэль может пустить в ход апперкоты. У парня лучший процент нокаутов в супертяжах. Этот новый Энтони Джошуа снёс бы старого за один раунд. Коротко и ясно, нынешней версии для этого потребовалось бы максимум два раунда. Сейчас он подготавливает свои удары. Всё стратегически и выверено. Это эффект Бена Дэвисона. И Джей начинает лучше понимать свои качества и внедрять их план на бой. Вместо того, что просто бегать, джебить и бить справа. Если Дюбоа будет той версией, что и в бою с Иргоичем, то у него будет очень и очень тяжёлая ночь. Он принял слишком много ударов справа, ел их весь бой. Хотя у него фантастический крепкий подбородок. С этим не поспоришь. Думаю, Дюбоа вырос в последних двух поединках как боец, как мужчина, как личность. Он обрёл уверенность и веру в себя. Думаю, Джошуа в лучшей форме, в которой он только был с тех пор, как он избил Кличко в бою за титул и был молодым супертяжеловесом после того, как стал олимпийским чемпионом. По-моему, с Беном Дэвисоном Джошуа чувствует себя на своём месте. Но и Дюбоа издал просто ошеломляющий перформанс с Филиппом Харговичем. Он претерпел, он сломал соперника. И сделал это за счёт своих жестокостей и сил. Он очень силён, и он отличный панчер. И теперь он может сделать то, чего не мог сделать раньше. Он научился навязывать соперникам свою волю. Если он попадёт в Джошуа, то может нанести ему вред. Но, с другой стороны, если он сам пропустит этот правый прямой, которых он нахватался от Харговича, Джошуа ведь бьёт гораздо сильнее. Так вот, если он будет пропускать эти удары, то уже не сможет нависать над соперником, переламывать и навязывать свою волю. Не сможет попасть и нанести ему вред. Не сможет, поскольку будет лежать нокаутированным на канвасе. Если он не улучшил свою защиту от этих правых прямых, то Джошуа нокаутирует его в первом или во втором раунде. Мне не важно, кто ты и как хорош. Если у тебя нет дисциплины, ты никто. Ничто. Потому что ты сдаёшься при первой же трудности. Дисциплина – это делать то, что ты ненавидишь, но так, словно ты это любишь. Что вы думаете обо всем этом? Пишите в комментариях. Буду рад вашим лайкам. И не забывайте подписываться на канал. Всем крепкого здоровья. И увидимся в следующих выпусках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok